Всем привет, друзья, с вами Андрей и сегодня в выпуске вас ждут проекты тоннелей Илона Маска, которые свернули, так и не начав бурение. Вертолет NASA Injunity успешно совершил первый полет на Марсе. Тем временем, NASA выбрала корабль Starship для первой высадки человека на Луну в 21 веке. Mercedes-Benz представила компактный электрокроссовер EQB. Очередной анонс от Audi. На этот раз компания представила электроседан A6 e-tron. Полностью беспилотные электромобили X-Peng появятся в Китае к 2025 году. А вот беспилотные дроны WingCopter начнут доставлять посылки в Японии уже с 2023 года. Далее обо всем этом поговорим более подробнее. Не забывайте подписываться на канал, устраивайтесь поудобнее. Я желаю вам приятного просмотра. Полетели! Четыре года назад Илон Маск объявил об амбициозном проекте по соединению Вашингтона и Балтимора подземным туннелем. Год спустя его компания Boring Company объявила о еще одном грандиозном начинании. Строительстве подземной транспортной системы для доставки болельщиков на стадион Dodger в Лос-Анджелесе. Сегодня ни один из проектов даже не близок к завершению. Пока журналисты испытывают успешный запуск туннелей под Лас-Вегасом, оба проекта под Лос-Анджелесом не могут похвастаться тем же. Дело в том, что в настоящее время они погрязли в нормативных проволочках, выяснение прав на ничейную землю, в общем, дело не сдвинулось с мертвой точки. В результате Boring даже удалила все упоминания о любом из проектов со своего веб-сайта. Можно предположить, что они уже не будут воплощены. Петля Balsamore Washington для электромобилей, анонсированная в 2017 году, должна была стать самым протяженным туннелем компании. Boring купила участок недвижимости в Вашингтоне, который мог бы служить потенциальной станцией. И в 2019 году Мэриленд и федеральные транспортные чиновники опубликовали свой 411-страничный проект экологической экспертизы. Петля в Лос-Анджелесе, заявленная в 2018 году, не прошла и этого пути. В прошлом году городские власти заявили, что проект проходит экоэкспертизу. Внешняя фирма изучает воздействие проекта на окружающую среду. Ни один отчет не был опубликован до сих пор, хотя тоннель в Лос-Анджелесе ждали особенно сильно. Обе ситуации яркий пример огромных структурных и регуляторных проблем Boring, которая стремится строить туннели для электротранспорта глубоко под землей. Другие проекты тоже были свернуты или отложены. NASA впервые успешно запустила миниатюрный вертолет на Марсе. Injunity взлетел на высоту 3 метра и продержался в воздухе 40 секунд. Этот скромный полет сравнивают по значимости с первым полетом братьев Райт на Земле. В штаб-квартире миссии подтвердили, что полет удался. Данные с альтиметра подтверждают, что Injunity стал первым аппаратом, совершившим полет на другой планете. Теперь Injunity должен совершить еще несколько взлетов и приземлений. После каждого из них дрону нужно будет ждать 5 дней до полной подзарядки. Теперь мы можем сказать, что люди запустили винтокрылый аппарат на другой планете. Injunity отправили на Марс вместе с ровером Perseverance, который прибыл на Красную планету в феврале нынешнего года. Дрон работает на солнечных батареях и имеет массу всего около 2 килограммов. Поздно вечером 16 апреля НАСА провело телеконференцию с анонсом важного обновления по лунной программе Артемида. И анонс заключался в том, что контракт на разработку посадочного модуля в рамках программы HLS для пилотируемых полетов на Луну получил и SpaceX Илона Маска. Для первой пилотируемой высадки на Луну в 21 веке планируется использовать связку из ракеты Super Heavy и корабля Starship, которые разрабатываются SpaceX как минимум последние 5 лет. Помимо SpaceX в борьбе за контракт НАСА участвовали еще две компании – Blue Origin Джеффа Безоса и Danetics. Изначально НАСА хотела выбрать две компании для надлежащей конкуренции, но бюджет ограничен и SpaceX сделала самое выгодное ценовое предложение, которое вписывается в текущий бюджет агентства. Говоря конкретнее, НАСА выделит SpaceX финансирование в размере 2,9 миллиарда долларов, которые пойдут на ускорение разработки ракеты и корабля. Далее перейдем к серии новостей об электромобилях. И начнем мы с Mercedes-Benz, которая представила компактный электрокроссовер EQB. Компания на автомобильной выставке в китайском Шанхае представила компактный электрический кроссовер, получивший обозначение EQB, вслед за люксовым седаном EQS. EQB заявили запас хода на одном заряде аккумулятора более 500 километров. Емкость аккумулятора составляет 70,5 киловатт-часов, которая в теории может возобновить заряд от 10 до 80% за 45 минут. Максимальная мощность двигателя – 290 лошадиных сил. Интересной особенностью интерьера станет большой дисплей, объединяющий в себе экраны приборной панели и информационно-развлекательной системы. Mercedes-Benz EQB начнет продаваться в 2022 году. Цену пока не назвали. Далее идет интересный концепт A6 e-tron от Audi. Данный электроседан компания представила на выставке там же в Шанхае. Согласно заявлений компании, A6 e-tron концепт сможет проехать на одном заряде аккумуляторов до 700 километров, а двойной электродвигатель сможет развивать до 459 лошадиных сил. Это даст возможность разгоняться до сотки быстрее 4 секунд. Если Audi решится сделать на основе концепта A6 e-tron реально существующий автомобиль, то он сможет появиться в магазинах в конце 2022 года или в начале 2023. Китайский автопроизводитель Xpeng планирует реализовать автономные электромобили в течение 2-4 лет. Синьжо Ву, курирующий разработку автопилота компании, считает, что главным преимуществом в переходе Xpeng на полную автономию станут лидарные датчики нового поколения и продвинутое ПО. По его словам, автопилот Xpeng уже способен безопасно передвигаться по автострадам и густонаселенным городам. В ближайшем будущем беспилотные технологии станут доступны во всех электромобилях, включая эконом-класс. За последние два года лидарные датчики превратились из однозначной перспективной технологии в спорную систему для реализации беспилотных автомобилей. Во многом это связано с презрительным отношением к ним главы Tesla. Начиная с 2019 года, Илон Маск регулярно критикует разработчиков автопилота, которые полагаются на лидарные датчики. Маск уверен, что любая компания, использующая лидары и картографию, обречена проиграть конкуренцию. Однако в Xpeng считают иначе. Синьжоу Ву объяснил, что современные лидары и те, о которых говорит Маск, это принципиально разные технологии. Сейчас Xpeng интегрирует лидары нового поколения и автопилот четвертого уровня в свой электрический седан P5, поставки которого начнутся во второй половине этого года. С технической точки зрения, этот электромобиль будет способен передвигаться без участия водителя через два года. Но в Xpeng признают, что окончательное решение будет зависеть от китайских регуляторов. Возможно, сроки сдвинутся. Если сертификация Xpeng NGP пройдет успешно, компания приступит к интеграции системы в более доступные решения. Первые бюджетные электромобили с поддержкой автопилота появятся к середине этого десятилетия. Японская корпорация A&A Holdings, управляющая крупнейшими авиакомпаниями страны, заключила долгосрочное соглашение с немецким разработчиком и витол-аппаратов WingCopter. Партнеры запустят службу по доставке дронами лекарств и предметов первой необходимости в удаленные районы Японии. A&A и WingCopter планируют уделить особое внимание горным и прибрежным регионам, которые часто сталкиваются со стихийными бедствиями. Официальный запуск службы назначен на март 2023 года. Беспилотный WingCopter 178 – это небольшой и витол-аппарат, который поднимается вертикально за счет четырех роторов и летает горизонтально с помощью двух крыльев. Электродвигатель беспилотника обеспечивает разгон до 240 км в час и перелеты на расстояние до 120 км. Максимальная высота полета – 5 км над землей. По заявлениям разработчика, эти показатели более чем в 10 раз превосходят возможности стандартных дронов общего назначения. Это были все интересные техно-новости на сегодня, друзья. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Не забудьте ему поставить лайк, подписаться на канал и ударить в колокольчик. Обязательно проходите по ссылкам внизу и подписывайтесь на все наши полезные ресурсы. Также не забывайте оставлять комментарии под видео, ведь благодаря вашей обратной связи эти выпуски увидят как можно больше людей. Ну а я буду на этом заканчивать. Желаю вам отличного весеннего настроения. Увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok